Буквально пару часов назад участники военно-патриотической игры справились с заданием на полигоне. Теперь настало время проверить свои силы на так называемой полосе препятствий. Прохождение полосы препятствий – один из обязательных элементов подготовки десантника-разведчика. Здесь учтены практически все ситуации, с которыми может столкнуться военнослужащий во время выполнения специального задания. Задача – выполнить упражнение максимально правильно и быстро. Неподготовленному человеку пройти такую дистанцию практически невозможно. Однако даже те, кто постоянно тренируется, отмечают определенную сложность испытания. Дима, давай стартуй! Рывок! Рывок! Виталий, рывок! Бегу, 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 бегу! Лучше! Ессс! Мы сделали это. Надеюсь, будет опять наш личный рекорд. Вообще мы лучшие. Эмоции просто переполняют, зашкаливают. Я не знаю, как ими поделиться. Класс, сложно, здорово, потрясно. Всплеск эмоций. Мы надеемся, что мы хоть как-то опередили соперника. В этом году за право считаться самой спортивной боролись семь команд. А это, ни много ни мало, практически две сотни участников. На протяжении трех дней они выполняли самые разные упражнения. От простого перетягивания каната до марш-бросков с преодолением водной преграды. Мы ознакомили участников команд с бытом военнослужащих, с подготовкой военнослужащих сил специальных операций вооруженных сил. Представители команд проживали в палаточном лагере в тех же условиях, в которых проживают наши военнослужащие. Выполняли упражнения стрельб, совершали марш-броски. Вопросы воспитания молодежи, они актуальны всегда, были и будут. И тот конкурс, который сегодня проводится, люди участвуют в группе поддержки, достаточно обсуждаемы. Уже люди заинтересованы, что-то поправить в этом конкурсе, что-то изменить. Но, тем не менее, фабула стоит та же. Массовость – это самое главное. Формирование мотивации граждан к военной службе и, в частности, в силах специальных операций вооруженных сил. Такие задачи ставят перед собой организаторы, проводя на Брестской земле уже в третий раз такую захватывающую игру. Но самое главное – каждая команда в процессе прохождения испытаний по-настоящему сплачивается. А это позволяет добиться высоких результатов не только в спорте, но и в организации работы на производстве.